И стайкаю наискосок, ходят запахи и звуки, А у света я скажу, прощай, любить не лизуйся. Музыка Андрея Петрова, увековеченная в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», звучит со сцены Иркутского театра имени Загурского. Никогда еще ни в одном музыкальном театре не ставили беспреданницу с этими мелодиями. Рискнуть и построить постановку на известных романцах решила режиссер Нина Чусова. Ее поддержал главный дирижер театра Виктор Олин. В создании мюзикла участвовала дочь композитора Ольга Петрова. То, что браться за легендарный материал – это большой риск, понимали все. И что сравнение не избежать, и что ответственность огромная. Сегодня на генеральном прогоне стало понятно. Рискнуть стоило. Беспреданница звучит по-новому, но все так же пронзительно. «Где бесподобен день умной, где в дне страшилась я власть и рам, прекрасная страна любовь, страна любовь, и только в ней бывает счастье». Вот эти дуэты «Любовь, волшебная страна», они рождались прямо в репетиционном классе. То есть изначально я учила это как сольный номер, но она потом предложила сделать это дуэтом с Паратовым и разложила. И это так логично, и так и больно с одной стороны, и правдиво. На самом деле я когда получила назначение на эту роль, мой муж, коллега, мой актер Станислав Чернышев, он мне сказал, что поздравляю тебя с Островским, возможно, Островский бывает единственный раз в жизни, и тем более в музыкальном театре, поэтому для меня роль – это просто вот любовь, мечта и подарок. Посвящают премьеру грядущему 200-летию Александра Островского. Это любимый драматург режиссера Нины Чусовой. Созданные Островским женские образы – сложные, нежные, светлые души, которым не место в мире, где правят деньги, успех и слава. Такая и Лариса из «Беспреданницы», которая всегда была открыта большому чувству, любила и искала любви, но не нашла. Если в доме жить нельзя, если во время страшной спиртильной тоски заставляют улыбаться, любесничать, навязывать женихов, на которых без отвращения посмотреть нельзя, если в доме скандалов, если хочется бежать из дома, даже из города. Мне кажется, это как будто какие-то ангелы, заключенные в этих женских образах, поэтому они мне очень дороги. Вот эти характеры они не могут не тронуть. И если даже у молодых людей хоть капелька попадет, вот этой искренности, чистоты, которые есть в этих образах, то, мне кажется, что-то будет хорошее с ними происходить в дальнейшем, в этой жизни. А сейчас этот свет, он прям требуется. Мюзикл «Беспреданница» — это настоящий фейерверк эмоций на сцене, неизбежная стихия любви, которая захватывает зрителя. С завтрашнего дня в репертуаре Иркутского музыкального театра. Марина Виклимишева, Иван Токудин. Новости сейчас.